Я очень рад сегодня быть вместе с вами. Знаете, я хотел бы поблагодарить нашего Господа на этом месте и сказать, что в те времена, когда Он пришел, такого не было, не то чтобы такого собрания, которое могло бы объединять людей разных национальностей, разных полов, разных возрастов, разного уровня образования, разного уровня достатка. Не то чтобы не существовало такой организации или группы людей, но даже не существовало самой идеи о том, что такое должно быть. И именно Иисус принес нам идею о том, что человечество – это есть семья, и мы должны любить ближнего, как самого себя. И знаете, проходят века, столетия, сменяют столетия, возникают разные империи и рушатся, организации огромной корпорации возникают и рушатся, а Церковь Божья стоит и движется дальше. И тем удивительнее этот факт, что на самом деле она состоит далеко из несовершенных людей, и приходили времена непростые в истории Церкви, но она стоит, она существует. Идеи, которые были озвучены Ним 2000 лет назад, способны изменять судьбы и жизни людей не только тогда, но и сейчас, и как никогда актуальны. За это я хотел бы выразить благодарность и почтение нашему Господу. Слава Богу! Хотелось бы прочитать несколько слов для размышлений из Евангелия. Евангелие от Матфея, 5 глава. Пастор сегодня утром, когда он пел, он говорил такие важные слова о том, что мы приходим на это место, и мы должны смотреть, как мы здесь присутствуем, что мы здесь делаем, какое наше отношение. И вот я хотел бы прочитать с 23 стиха. Если несешь ты Богу свой дар и у жертвенника припомнишь, что у брата есть на тебя обида, остав твой дар у жертвенника, сначала ступай, примирись с братом, и лишь потом вернись и принеси свой дар. Читая эти слова из Библии, я понимаю, насколько большое значение Бог уделяет нашим сердцам. Даже не столько нашим действиям или форме богослужения, или еще, но для него самое главное является наше сердце. Иногда, приходя в собрание, мы можем иметь такой соблазн, чтобы посчитать себя в роли зрителя, который смотрит и оценивает, как кто говорит, как кто поет, что и как. Но на самом деле мы должны помнить, что зрителем на этом месте является сам Бог. И смотрит даже Он не на сцену, не только кто из нас поет, а смотрит прямо в самое наше сердце. И Ему не безразлично то, что происходит в нашем сердце. И первое, что очень важно, хотелось бы сказать, как от самого Господа, Ему не безразлично, что происходит в вашей жизни. Я вам скажу больше, даже у тех страданий и у тех переживаний, которые проходят многие из вас в этой жизни, и скорбей, есть особый божественный смысл. Бог работает с нашими сердцами, делает нас более сострадательными, более милостивыми, более чуткими к Нему. Иногда сокрушает наше сердце, для того, чтобы потом его восстановить и сделать совершенно новым по образу Иисуса Христа. Ему за это слава. Слава Богу. Слава Богу. Итак, несколько слов хотелось бы сказать о себе, потому что пастор ваш очень просил, чтобы мы проделились с некоторыми, как он говорил, практическими аспектами. То, как мы служим Богу, как мы говорим людям Евангелие. Я хотел бы сказать, как я был затронут в Евангелии. Я был профессиональным футболистом, я выучился в училище Олимпийского резерва. У меня было очень неплохое будущее. Я уехал в Россию, начал зарабатывать хорошие деньги. И в этот момент, просто в один момент я получил в игре травму, травма колена. У меня разлетелись два мениска, разорвались связки на колене. Я сделал операцию, она была не совсем удачной. И в этот момент я стал сильно задумываться о жизни. И стали такие сильные вопросы у меня, что будет после смерти в моей жизни. Я вырос в неверующей семье. Я не знал вообще, умираем ли мы, и закрываются наши глаза, и потом все, закончилось на этом. Или мы перерождаемся в другие жизни. Для меня это было неочевидно, как и для многих людей, которые сегодня ходят этим субботним днем по улицам. Они совершенно пребывают в неведении в это. И я, знаете, как бы начал искать вопросы, а что после смерти, и для чего вообще мы живем. И не имея ответов, я начал советоваться с друзьями, расспрашивать. Знаете, как я не знал вообще о существовании церквей нового формата. Я вот знал, что есть православная церковь. И когда у нас какая-то проблема, куда мы идем? К специалистам. Ну, кто у нас специалист в духовной сфере? Ну, естественно, церковь. Ну, заходишь в церковь, ты поставил свечку, там то что-то сделал, время проходит, все это состояние твое выветрилось, ничего не поменялось. Ответы на свои вопросы я так и не получил. В общении с друзьями их хватало на то, чтобы сказать мне, Стас, что ты так думаешь об этом рано? Подумай об этом в 60, в 70. Вот так люди принято. Я говорю, а какой смысл жить до 70, если не знаешь, для чего живешь? Вот, к тому же, мы же не знаем, доживем мы до 60 лет или не доживем. Некоторые люди говорили, так, если ты будешь долго думать, то можно сойти с ума, тебя заберут в психбольницу. Я говорю, неужели я задаю такие глупые вопросы? Ведь, по сути, жить бессмысленно, вот где самая психбольница. Если ты не знаешь, не можешь ответить себе на эти вопросы. Не находя вопросов на эти ответы, живя в миллионном городе, чувствуя совершенно себя одиноким. Я знал, если я обращусь к моей маме, мама может мне подскажет. Я пошел к своей маме. Я говорю, мама, ты прожила жизнь, расскажи мне, ты уже определилась, ты уже знаешь ответы на эти вопросы. Мама подумала на мгновение, а потом ответила. Ты знаешь, сын говорит, я так смотрю на свою жизнь. Помню, школу ходила, помню, как швеей стала. Помню, Вова появился в моей жизни, потом вы. Теперь вот внук, внучка, вот, стала смыслом моей жизни. И мне говорит, ну, если честно, я глянусь назад, чтобы жизнь пролетела, как один день. И я так и не поняла, для чего это все. И вот, знаете, я ходил-ходил и не знал себе ответа. Может быть, я не помню, может, ко мне кто-то как-то и пытался подойти. Я не помню, ну, вот просто не помню. Но каким-то чудом, вот, моей бабушке, я жил у бабушки, наносили книги, свидетели Иеговы наносили огромное количество вот этих книг своих, сторожевая башня, все. И как-то начал читать и понял, что вот он Бог есть. Вот, но читая дальше и дальше эти книжки, я получал, что я не расту дальше, я ничего больше не понимаю, мне надо что-то еще. И я читал эти книжки, у меня уже начинала болеть голова, как-то начинала просто на голову давить вся эта информация. Но в надежде на то, что, может, в еженедельнике за ноябрь, или за декабрь, или за январь, я что-то смогу для себя почерпнуть, я продолжал читать. Ну, я как бы вам скажу, я тогда помню, что я дошел до какого-то уровня, и все, потолок, и просто давление на мозг. И вот каким-то чудом, я рассказывал братьям, вот, приходили в наш институт, есть книга жизни. И мне попалась книга об Иисусе, книга жизни в таком формате, которую я сегодня говорю, что ее, ну, хорошо ее раздавать, когда вы хотите что-то сделать, уличную евангелизацию, как-то послужить людям, зайти раздать что-то, чтобы у людей осталось что-то после вашего визита. Вот, я рекомендую раздавать эту книгу надежды. Это от бытия до момента искупления, Евангелия, на понятном для молодежи в основном языке, с выдержками, с писанием, так, составлено, с большой любовью, с умом. Вот, и эта книга, она по большому счету сама за себя скажет. Если у вас нет возможности поговорить с человеком, просто вручить такую книгу, их можно, ну, вот, получить у нас в любом количестве, закажете, я вам принесу на русском, на украинском, вот, совершенно бесплатно, вот, ее можно раздавать людям, и она сама за себя скажет. И знаете, я надкрыл эту книгу, и вдруг я все понял. Я прочитал притчу о сеятеле, и я вдруг все понял. Я прочитал притчу о блудном сыне, и я понял, вот, правда жизни, которую я не мог найти. Я будто бы начал пить живую воду жизни. И знаете, для меня отпали все эти вопросы. Я взял эту книгу, я пошел ко всем своим друзьям, еще не ходя ни в какую церковь, я взял эту книгу, я пришел ко всем друзьям, и я начал им говорить. Послушайте, вы не знали, что мне ответить, что после смерти, то я вам скажу. Вот тут написано, что имеющий Сына Божьего имеет вечную жизнь. Не имеющий Сына Божьего не увидит жизни вовек. Имеющий Сына Божьего на суд не приходит. Не имеющий Сына Божьего уже осужден. И знаете, и причем, и то, и все, и начал рассказывать. Ну, как-то в их жизни это не имело такого оттенка, как в моей жизни, не имело такой актуальности. И знаете, я понимаю себе так, что Бог говорит о том, что иногда люди, у них есть разная почва сердца. Иногда мы говорим людям, мы сеем Слово Божье, но мы не знаем, какая почва сердца. И Бог лишь знает почву сердца. А иногда мы должны понимать, что когда мы говорим людям Евангелие, не все еще созрели. Это хорошо, когда мы говорим, люди с радостью принимают. Это говорит о том, что прошел длительный процесс, что где-то было посеяно семя. Потом семя истлевает, потом развивается какое-то корневище. Потом только стебелек через время, только вырастает колосок. А еще через время оно вызревает, и оно готово к жатве. Но не всегда, когда мы подходим к людям, мы должны понимать, что они готовы к этой жатве. И очень важным моментом в Евангелизме, когда мы общаемся с людьми, Бог даровал вам где-то встречу в поезде, на улице, где угодно. Очень важный вообще первый фундамент всего того Евангелизма, если говорить чисто практически, это молитвенная жизнь. Друзья мои, в моем вот таком вот хождении с Богом 15-летним я понял одну вещь. Знаете, есть люди, которые живут от зарплаты до зарплаты. Стиль жизни такой. Бывает такое, что не хватает зарплаты до зарплаты, они живут в долг, и потом получают зарплату, и раздают в долг, и опять берут в долг. Есть такие люди? Мы все живем сейчас на Украине, скажем так, непростые времена. Я не говорю о том, что нам всем сейчас сложно. Я говорю, что есть люди, которые специально выбирают для себя такой стиль жизни. Вот таким образом они живут. Есть люди, которые стараются, чтобы у них что-то было, откладывают, чтобы в нужный момент можно было распорядиться этими деньгами, можно было даже еще кого-то благословлять. Молитвенная жизнь, она очень похожа на это. Есть люди, которые молятся только в тот момент, когда уже обозначилась проблема. Или когда они видят, что им идет навстречу человек, и они тут же лихорадочно вспоминают, что надо молиться, и они начинают молиться за этого человека. И знаете, есть такая поговорка, перед смертью не надышишься. Вот перед тем, как надо служить, не намолишься. Молитву надо поставить в своей жизни, как за основание. Невозможно говорить об успешной евангелизации, невозможно о благовестии, если нет этого фундамента в жизни, молитвы. Поэтому молитве надо уделять время на регулярной основе. Ежедневно находить время для того, чтобы пообщаться с Богом, помолиться за те ситуации, которые еще не сложились. Знаете, я для себя выбил один такой большой принцип. Вот история военных действий показывает, что когда люди воюют, в стратегии военных действий есть такой момент. Кто первый занял высоту, тот стратегически выиграл положение. Получается, если мы первые помолимся о какой-то ситуации, то мы уже заняли эту высоту. Знаете, иногда, когда я вчера общал с директором нашего института, мы с ним общались, вчера вечером проходили, прощались. Так мы общаемся, общаемся и уходить. У него сыночек такой маленький, мы вместе с ним гуляли. И мы поговорили, нам так хорошо, и не хочется уходить. Я говорю, давай помолимся, давай помолимся. И я говорю, благословляю Тимура, чтобы через сколько-то там десятков лет пришла к нему верная женщина, которая будет любить его, которую он будет любить, которая будет помощником в его призвании. Смотрите, я эту молитву совершил еще за 20 лет. 20 лет эта молитва будет работать. Понимаете, поэтому я говорю о том, что надо молиться за своих детей, надо молиться за те моменты, когда Бог будет выводить нам людей навстречу. Но молиться на регулярной основе. Написано в Библии, что наверху есть чаши, и они наполняются нашими молитвами. И эти чаши должны не пересыхать, они должны быть полными. Чтобы в нужный момент можно было излить из этих чаш, а не в нужный момент мы только их наливали. Это такой важный принцип. Принцип того, чтобы молиться заблаговременно на регулярной основе. Молиться еще тогда, когда нет проблем. Спрашивать у Духа Святого, о чем молиться, и молиться об этом. Я помню, вот я приехал на практику, наши студенты были в районном церкви Тренопольской области. Город называется Борщов. Знаете, такой город. Там есть прекрасный колледж аграрный, там есть районная больница. И мы пришли в этот... Я приехал в этот город, чтобы помочь нашим студентам-практикантам, двое из которых были из Киргизстана, братья, и одна сестричка из Киева, и 74 года, помочь там организовать служение. Чтобы какой-то плод от их двухмесячной практики там оставить, какое-то наследие. Потому что церквей там практически евангельских нет. Там была целая история, там какие-то конфликты разрозненные. В общем, там есть село рядом, туда ходят и там еще куда-то ходят. Но в самом Борщове, при том, что там 11 тысяч людей, никого нет. И ни одной церкви. Мы начали просто подходить к людям на улице. Знаете, они такие, они не хотели. Но я начал брать этого с собой киргиза. Хотя он очень слабо говорит на русском, тем более на украинском не говорит. Начали подходить мы к людям и разговаривать. Но первым делом, первым делом, когда я пришел, я постарался поставить так молитву, чтобы я прям внутренне ощущал, что что-то происходит в духовной сфере. Я первое время просто очень сильно молился. Молился до тех пор, пока я искал Бога, пока я не почувствовал в себе внутренне такое, вот, что-то случилось, что-то произошло, надо идти. И я начал выходить с ними на улицу. Первую задачу я ставил перед собой, это чтобы ушел страх нашего студента, который в неизвестной культуре проповедует людям, которые считают себя все верующими, преимущественно греко-католиками, которым вообще не подходи. Поэтому я уделил и на это время, но и тем людям, которые выйдут на наш путь. И что я понял? Я понял, что надо спрашивать у Духа Святого. Я спросил, Дух Святой, подскажи, с чем подходить к людям? Какой вопрос им задавать? И что им говорить? И Дух Святой мне подсказал, говори как есть, что вы ищете здесь людей, которые не просто хотят ходить в церковь и выходить, которых не удовлетворяет религия, постановка свечек или еще что-то, но они ищут чего-то большего. Я постарался сделать так, чтобы наше послание было для них понятно. Потому что, когда мы говорим, что наша цель проповедовать Евангелие, мы это хорошо понимаем, но люди это не понимают. Мы должны так им объяснить, чтобы они поняли. Поэтому, когда мы ехали с таксистом, он нас подвозил, и эти киргизы начали пробовать ему говорить, и какой-то вопрос немножко за вопрос, и все стало в тупик. Как-то зашло все в тупик этот разговор. Я тогда ему сказал, обратился к нему, говорю, Юра, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, есть ли в нашей стране такая проблема или нет? О том, что называя себя все верующими поголовно, мы не живем по законам Библии, и мы даже на этих не знаем. Называя себя верующими, Бога мы по сути не любим. И он подумал и ответил, я думаю, что такая проблема есть. И знаете, еще один важный принцип общения с людьми, вообще, что бы мы ни делали, мы должны делать из любви. Если у нас любви нет, можно очень долго спорить о положениях разных религий, и запутаться в этих хитросплетениях разума, и ни к чему оно не приведет, и то драгоценное время, которое у нас есть, выделено пару минут с человеком, мы просто потратим ни на что. Мы должны понимать, мы должны любить. Что значит любить? Любить, это значит пытаться услышать человека. Это первое. Знаете, иногда приходит человек к врачу, и врач, представьте, он так поднимает глаза, там очки свои, и он там что-то два слова, и он уже выписал рецепт, иди. Чем это говорит? О том, что человек уже выдает рецепт, еще не понимая, в чем твоя проблема. Он на основании своего опыта, что он большой квалификации, я все знаю, я все вижу, иди. Что чувствует такой человек? Он чувствует, ну, он, любовь точно к себе не чувствует, правда? Вот, поэтому мы должны слушать людей. Знаете, мы много теряем от того, что мы уже заряжены на ответы. Есть такое выражение, человек или говорит, или думает, что он будет говорить. Ну, не слушать. Это большая редкость, научиться слышать людей. Иногда ты едешь в купе с кем-то, иногда ты едешь в автобусе, иногда ты встречаешься на улице. Как важно проявить любовь. И любовь будет заключаться в том, чтобы мы могли услышать. Послушайте, мы иногда думаем, что самое главное сказать. Люди очень много уже слышали. Иногда очень важно послушать. Просто послушать. Потому что, когда в следующий раз вы к нему подойдете, он будет помнить. Он не будет помнить слова, он будет помнить любовь, которая к нему проявилась. И слушать, это проявление любви. Молиться регулярной молитвенной жизнью, вы знаете, что вы платите цену за то, что когда вы пойдете к тем людям, Дух Святой будет говорить через вас. Это значит, вы проявляете к ним любовь. Если у вас нет молитвенной жизни, регулярной, значит мы не проявляем любовь, мы не платим цену. И когда мы подойдем к людям, нам будет только сказать, что от своего ума и от своих христианских знаний. Но как важно иметь водительство Святого Духа. Я думаю, что Иисус никогда не шел шаблонно с одними и теми. У нее не было схемы, по которой, знаете, есть там в институтах схемы. Схемы хороши, они помогают нам что-то понять. Но невозможно передать технологию, по которой вы можете человека привести к Богу, потому что всегда это будет по-разному. Поэтому мы должны иметь эти личные отношения с Богом. И здесь есть ключ самый главный в свидетельстве и евангелизме. И первое, это проявить любовь, начать жить молитвенной жизнью. Второе, это уметь человека слушать. И третье, это научиться задавать вопросы. Знаете, мы всегда торопимся и мы готовим уже нести ответ, когда у человека еще не созрел вопрос. Поверьте, если у него нет вопроса, что бы вы ни говорили, оно не ляжет ему в ум. Надо человеку помочь сформулировать вопрос в жизни. Вы знаете, если вы поможете, Иисус так делал. Иисус говорил всегда, Он задавал людям вопросы, Он постоянно людей спрашивал, Он старался побуждать их мыслить, Он старался побуждать их искать ответ. Только правильно сформулированный в жизни вопрос поможет человеку, приведет ему к тому ответу, который нужен. И это есть проявление любви, научиться задавать вопросы людям. И знаете, что касается, вот хочу рассказать вам коротенькую историю. Я когда-то в 2000 году прочитал книгу. Книга называется «Жажда истины». Написал ее американский какой-то автор Боб Хоскинс. Она вот где-то примерно вот такая толстенькая. Я ее прочитал 15 лет назад. Я уже понятия не имею, о чем там написано. Но живая история запоминается всегда. Иисус часто говорил историями, притчами. И мне запомнилась та история. И шел молодой человек с работы. Группа верующих людей раздавала евангелизационные трактаты. Взял один из буклетов и посмотрев, что там написано что-то о Боге, он разорвал это и не скрывая своего раздражения, выбросил перед ними прямо им в лицо. И пошел домой. Придя домой, снимая свою курточку, повесив ее на петельку, он увидел, что на куртке остался маленький клочок бумажки. Взял этот клочок бумажки, он присмотрелся и там было написано «Так говорит Господь». Все, запись обрывается. Он выбросил этот клочок бумаги, но вопрос остался. А что говорит Господь? Он думал об этом. И для него стало удивительным фактом, что Господь еще что-то и говорит. Он пытался забыть об этом, но весь следующий день мысли ему приходили опять. Что же говорит Господь? Что же говорит Господь? И знаете, он не мог дождаться уже времени, когда он может опять с работы идти тем же маршрутом. И одна только его мысль была. Господи, если бы только эти люди были опять там, я бы и знал, что говорит Господь. И он пошел и увидел там группу молодых этих людей, он взял этот трактат и он стал частью церкви. Дух Святой работает. Надо, чтобы кто-то хоть что-то делал. Вот этот был трактат у кого-то. Иногда Господь так действует. Знаете, сила этого Божьего Слова, она действительно имеет власть. Я не знаю, кто внес в мой дом эту книгу жизни. Даже не в мой, это бабушкин дом. Бабушка живет на окраине там города, в селе, на самом окраине села. И вот знаете, кто-то туда дошел. Я до сих пор не знаю, кто это был. Брат, сестра. Я не знаю, это был человек уже зрелый, незрелый. Мне неизвестно обстоятельства его жизни. Что он проходил. Или он боролся с какими-то вещами. Или он был радостным, он только женился. Мы не знаем. Я даже не знаю, какая была погода в тот день. Или был дождь, или ясно, или солнечно. Я только знаю, что каким-то образом какой-то человек принес эту книгу. И в свой определенный момент я ее взял, прочитал. И Бог заговорил ко мне. И этот человек точно не знает. Потому что спустя 15 лет тот парень, который прочитал книгу, которую он занес, призывает людей к миссии. 15 лет верующий. Оснащает студентов для того, чтобы они работали в Африке. Проповедует по церквям. Понимаете, о чем я? Знаете, мы иногда, когда думаем, идти нам к людям, не идти к нам людям. Говорить людям, не говорить людям. Мы боремся, потому что имеем какой-то негативный опыт. Нас не приняли, нам что-то не так сказали. Нас огорчили, нас ранили. Иногда мы из силы своей предубежденности считаем, что этому человеку это не поможет. Или этот человек уж точно не примет. Но я так рад и счастлив, что за меня не сделали выбор. Мне бы его предоставили. Знаете, я сам сегодня думаю, Стас, вот если бы ты сегодня в здравом месте вспомнил себя от того парня в 21 год и сказал бы, кому был человек, есть один трактат, вот Стасу или там вот кому-то вот здесь, я бы, наверное, на Стаса не поставил. Потому что 21 год, получить травму, человек был нормальный. Я вот сам себе думаю, я был абсолютно нормальным человеком. Заступался за слабых, с понятиями, все. 20-15 лет трудился, получил такую травму. Это несправедливо. Если Бог есть, то так не должно быть. Это несправедливо, в моем понятии. Я еще молодой, мне еще я там гулял, курил и все такое. Я бы сам на себя не поставил, что я приму это, Иван Илья. Но чудо, я его принял. Я не знаю как, но слова, которые были там в этой книге, они просто обратились в мое сердце. И я понял, что это для меня. Еще небольшая, короткая история. Когда был Мартин Лютер, как раз в те времена, люди были преимущественно невежественны, но не читали Библию, но тогда начало развиваться печатное дело. И первые книжки были заказаны в типографии, для того, чтобы отпечатать Евангелие, чтобы люди могли их прочитать. И вот дочка того печатника, где это происходило, в типографии, убирала после рабочего дня бумаги. И на одну она подняла одну бумажку, и там был такой забракованный листик, не отпечаталось, там только было написано. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал». И все, больше ничего не написано. И девочка эта, она не знала Бога. Мысли о Боге внушали ей только страх, и какое-то возмездие, суд, вот такие ассоциации. И когда она прочитала эти слова, ее вот такое отношение изменилось на небесную радость. Мама, увидев поведение, изменение в поведении дочери, решила осведомиться, что является причиной столь резкой перемены в ее поведении. Тогда девочка достала из кармана этот листок бумажки и дала маме. Мама прочитала и спросила, а что же он отдал? Девочка задумалась и честно ответила, «Мама, я не знаю, но если он любит нас настолько, что готов отдать хотя бы что-то, нам уже нечего бояться». Я хочу сказать о том, что написанное Божье Слово, которое мы выручаем, оно работает. Просто мы должны иногда знать, что есть время между тем, когда мы сеем и пожинаем. Я не могу вам поделиться, я был бы рад, но у меня нет такой технологии совершенной, технологии передачи Евангелия, которая бы была универсальна для всех людей. Я знаю только одно, что все должно исходить из любви. Когда мы слушаем, когда мы умеем людей слушать, выслушать, плакать с плачущими, радоваться с радующимися. Я всегда задаю себе вопрос, каким образом я могу проявить любовь к этому человеку. Иногда время позволяет, и что-то я могу сделать. Иногда я могу посочувствовать, иногда я могу посострадать. Я знаю, что любовь это самая большая сила, потому что написано в Библии, что Бог нас иногда влечет узами любви. Это такая сильная сила, против которой нет аргументов. Вообще нет аргументов. Только вот эта любовь Божья, она привлекает людей. Иногда мы можем говорить, 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 и все оно будет не от любви, а просто от того, что от нашего чувства долга. Знаете, потом я зашел в этот борщов, когда я промолился, я начал подходить к людям, говорить о таких, что мы ищем таких людей. И Бог мне дал стратегии. Он говорит, иди в больницу. Я подошел к больнице, ну хорошо, я подошел к больнице, и что дальше? Я не знаю этой больницы. Я даже не очень говорю на украинском. Эти люди все преимущественно тут верующие. Кто меня там ждет в той больнице? Но Бог дал мудрость. Я услышал, как Бог мне сказал, дал определенные инструкции. Я почувствовал, он говорит, пойди к тем людям, которых никто не посещает. Я, о, это классная идея, побежал в магазин, купил немножко яблок, галетное печенье, минералки. 25 гривен заплатил за один пакет. Два пакетика взял, прихожу, встречает меня техничка. И я говорю, здравствуйте, здравствуйте. Она, что вы хотите? Я говорю, я хочу посетить человека, которого никто не посещает. У вас есть такие? Она посмотрела на меня, говорит, вообще-то есть моричка. Я говорю, можете отвезти? Она говорит, могу. Я зашел к этой моричке, лежит женщина, ее никто не посещает. Я говорю, здрасте, я пришел вас, говорю, проведать, подбодрить. Я немножко вам тут принес гостиниц. Я говорю, слово за слово, разговорились, помолился за него. Она захотела принять Бога, помолились за прощение грехов. Я вышел воодушевленный оттуда, говорю, где еще? Мне говорят, нету, все, нету таких людей. Она говорит, а вы ту книжечку, что вы раздали, есть еще? У нас тут всем надо, персоналу медицинскому. Я эти книжечки им пораздавал. А потом она говорит, ну уже таких не есть, всех посещают. Я на секунду задумался, а потом говорю, а есть тяжело больные? Она говорит, есть. Я говорю, отведите меня, пожалуйста. Я однажды, говорю, молился за человека по просьбе матери. У него скопился в легких гной. И врачи не знали, что делать. Была угроза заражения и вообще смерти. В любой момент мог человек умереть. Ну я помолился, он ночью просто вырвал этот гной. Утром пришел врач и говорит, а где гной? Он говорит, я его вырвал. Он говорит, такого медицина не знает. Он говорит, ну за меня помолились и вот случилось такое. Его за два дня выписали, потому что он был здоров. Говорю, поэтому, может, давайте я приду к тому человеку, поговорю с ним, помолюсь. Он говорит, ну хорошо, но очень она тяжело больная. Я говорю, ну ладно. Я пришел, там была женщина, зашел и так я ей говорю. Как я представляюсь? Важно, конечно же, как мы представляемся. Я мог бы сказать, что мы евангельские верующие. Ну не знаю, как бы на то отреагировали. В общем, я сказал так. Мы студенты-практиканты. Мы ходим, подбадриваем людей. И вот мы хотели бы вам передать небольшой гостиниц. И что вы думаете, если мы еще и Господа попросим, чтобы Он вас исцелит, помолиться за ваше здоровье? Она говорит, кому молитва помешает? Мы так раз-раз-раз-раз говорились, все, и я ей почитал Евангелие немножко. Вот, и я ей говорю. Знаете, говорю, самая проблема большая в нашей жизни. И знаете, есть много бед и проблем в нашей жизни. Но у них у всех есть общий корень. Можно всю жизнь бороться с горькими плодами в нашей жизни. В жизни наших детей. Вот, и там это и наркотики, и измены, и аборты, и смерти преждевременные, и проклятия, и все что угодно. Но у них у всех есть общий корень. Корень этот в нашем сердце. Его называют грех. И мы сами не можем себе помочь. Но мы можем попросить, и Иисус может разобраться с этим грехом. Если бы вы хотели бы, я говорю, Он бы мог вам помочь разобраться. Но Ему надо помолиться. Она говорит, я не умею так молиться, но если бы вы эту молитву мне сказали, Я бы за вами ее повторила. Я говорю, хорошо. Я помолился, и она свое сердце отдала Богу. Попросила прощения за грехи. Тогда она говорит, вы могли бы помолиться за мои ноги? Я уходил, я говорю, а что у вас ногами? А у нее какая ситуация? Ей сделали операцию. Потом, ну она еле-еле говорила. Она ведь слаба была вообще, еле шевелила. Это самое. И у нее, вот тут разрезали, и уже по новой почистили. Ну, как бы она, ясно, что пресс не работает, и все. И еще у нее воспаленные ноги, и она не ходит. И я помолился за ее ноги, и ушел. Ну вот. И когда через несколько дней пришел обратно, к той моричке зашел, там другим взял с собой этого пенсионерку, 74 года. Вот. И я зашел туда, в эту больницу, и начал с ней разговаривать. Вот. Она встретила меня, она говорит, я так ждала вас, я вас так ждала. Я говорю, что у вас произошло? Она говорит, утром пеленки из-под меня обычно медсестра вытягивает, и кто-то должен меня поднять был. Вот. И подожгла медсестра, и я подняла сама ноги, и она не может поверить, потому что операция, все разрезано вот здесь. А я вот так взяла, подняла ноги, которыми не шевелила. Вот. Все воспаление сошло, все нормально. В общем, через несколько дней она уже ходила, а еще через там дней 10 ее просто отправили домой. Она стала здорова. Конечно же, персонал больницы, он был уже, они уже очень хорошо. Все, они уже узнавали. Я еще купил эти недорогие, что там, 7 гривен, вот эта рошеновская шоколадка стоит в каждом магазине. Я там каждый вручил, и уже там я ходил как к себе домой. Ну вот, и там 74 года, женщина ей только дай. И она там это отделение уже во все палаты входила, заходила, все рассказывала, многие люди там принимали, книжки все получили, книжки, газеты, все мы сеяли. Вот. И на данный момент, пожалуйста, туда можно заходить, в любое отделение. По той же схеме я зашел в другом районный центр, пришел, ничего не выдумывая, зашел в детское отделение, сказал, есть ли дети, которых никто не посещает, это женщина. Потом там были верующие, они говорили, как она вас приняла? Она вообще никого не принимает. Я говорю, потому что молитва. Мы зашли, перед нами Бог туда зашел. И мы сказали, есть ли люди, которых никто не посещает, детки. А кто может отказать таким людям? Как будто к ним каждый день кто-то ходит. Конечно, они не могут себе даже внутренне так сказать. Но вот, тем более, если мы что-то принесли. И она сказала, к сожалению, сегодня выписали такого ребенка. Но если бы вы могли помочь другому ребенку, я бы вам была благодарна. Я говорю, что за ребенок? Она говорит, она из многодетной семьи, но к ней мама приходит. Но мы ни разу не видели, чтобы печенье хотя бы принесла. И мы вызвали эту девочку, благословили ее, передали это. А потом мы говорим, вот книжки про Иисуса, раздайте. Она говорит, да идите раздавайте сами. И мы по тому отделению прошлись, за всех детей помолились. Там были их мамы. Мы начали разговаривать с мамой. Мы говорим, мамы, слова, которые вы будете говорить добрые своим детям, они будут с ними всю жизнь. А слова, которые вы будете говорить им в гневе, они будут преследовать их всю жизнь. Помните, что детей вам доверил Бог. Они в первую очередь Божьи. А вам дал на воспитание. Поэтому давайте мы благословим, чтобы мудрость была у вас. Помолились. В других палатах зашли. Три мамы плачут. Мы им говорим, они плачут. Что? Просто зашли и сказали, есть люди, которых никто не посещает. Все. Так же зашел потом в Борщевский колледж. Огромный колледж. Зашли. Прямо к замдиректору. Пошли директора. Не было ректора. Зашли. Здрасте. Мы студенты-практиканты. А что бы вы хотели? Я говорю, да мы тут ходили по вашему колледжу, увидели, что с какой любовью вы здесь все организовали для своих студентов. Я говорю, мы по всему видим, вам не безразлично, что будет в их судьбах после того, как они отсюда выйдут. Он расцвел весь. Говорит, да, я тут 49 лет работаю. То, да, сё. Я говорю, вот мы такие книги раздаем. И показываю книги жизни. Я говорю, мы хотим, чтобы у вашей молодежи была альтернатива. Чем им заниматься после пар? Кроме того, что они могут играть в футбол, заниматься спортом, делать уроки, но ещё очень многого мы уже заметили, что уже нехорошего. Он начал вызывать одно за другого. Так нас довёл аж до самого зампа воспитательной части. Мы пошли к зампо воспитательной части. Она встретила нас, как какую-то серьёзную делегацию. Она говорит, что бы вы хотели? Мы говорим, мы бы хотели, чтобы у вас здесь организовался молодёжный, христианский рух прямо в колледже. Потому что все они, ваши студенты, очень классные. Мы играем с ними в футбол, мы с ними общаемся. Но наметились определённые тенденции, которым молодёжь особенно чувствительна в этом возрасте. И если с этим ничего не сделать, это поколение можно будет потерять. Что толку, что мы научим их хорошо сидеть за комбайном или заниматься этим? Если у них в семье непорядок, какой может быть работа у человека на рабочем месте, когда в семье непорядок? А кто учит детей вступать в брак? Кто учит, кто готовит, кто даёт эти базовые семейные ценности вообще? Да, вы правы. Она говорит, я не уверена, что могу вас прямо сейчас включить в план обучения, но вы принесите, мы рассмотрим вашу программу. И вот таким образом, вы знаете, как бы с этой молодёжью, ну я футболист профессиональный, немножко с ними в футбол поиграл. Они видят, что я играю в футбол. Я уже для них авторитет. Я им те книжки даю, они их принимают. Вот, точно так же заходили в совбез. Может я, простите, у меня мало времени, я немножко сумбурно и тороплюсь, но просто хочется практически сказать, что это не то, что теоретически, это действительно так и есть. Заходили в совбез, зашли, зашли в совбез с этими книжечками. Они обедают. Я думаю, заходить на обед или не обед? Ну ладно, думаю, обед, зайду в обед. Захожу в обед, она говорит, вообще-то мы обедаем. Я говорю, ну а после обеда у вас посетители. Мы, говорю, к вам не прорвёмся. Мы раздали вам тут пару книжек делов-то и пошли. И она говорит, ну хорошо, давайте книжки. Я раздал эти книжки, они говорят, что вы здесь делаете? Вы тут уже, весь посёлок гудит этот, под гайце, от того районный центр тоже Тернопольской области. Что вы тут ходите, вас тут уже столько много. Мы говорим, мы ходим и задаём людям один вопрос, любите ли вы Бога? Одна женщина так возмутилась и говорит, так это я буду Богу говорить. Я говорю, очень хорошо. Я и сам себя спрашиваю по несколько раз на день, люблю ли я Бога? Если вы будете откровенны, вы будете рады, что мы ходим и задаём эти вопросы и подкручиваем. Потому что вы можете нам не отвечать, мы пойдём себе, но вопрос остался. Но только знайте, что Библия говорит, если любите, соблюдайте заповеди его. А то я так посмотрю, тут все верующие, говорю, ну не могут поделить какой-то там вишня, видите, или мешает там соседу. Не вы грызётесь за разных пустяков. Говорю, что же это за вера? Дети не обученные, сколько пьющих, сколько всего. Ну всё верующие. Так что же это за вера такая, если ничего не меняется в жизни? И так они послушали, начали задавать вопросы, и одна такая женщина, скажите, что делать, чтобы любил муж? Я ей говорю, ну за один момент я вам так не отвечу, говорю. Ну, тем не менее, два момента скажу. Говорю, первое, надо научиться уважать себя саму. Если себя не уважаешь, то скорее всего и муж не будет уважать. Это первое. Так что надо к себе иметь правильное отношение. А второе, говорю, я в своей жизни никого ещё не поменял. Думаю, и вы не сможете. Поэтому вы молитесь Богу, а Бог будет работать с сердцем вашего мужа. Это более рабочая схема. Поэтому, говорю, вы, когда будете молиться за вашего мужа, будьте терпеливы, и со временем вы увидите, что начнутся перемены. И они такие, я возьму вашу книжку, и одна взяла на себя такую роль, там, решать, что. Она говорит, да ладно, оставьте одну книгу, а все остальные забирайте. Вот, чтобы мы их в мусор не выкинули. Но другие начали говорить, и мне дайте, и мне дайте, и мне дайте. И вы знаете, там в этом совбесе покаялась очень сильная женщина, которая там одна из ключевых. И она уже с нами ходила, и уже привлекала людей в то новое образование церковное, которое вот с чистого листа начало формироваться. Вот. И уже начали ей звонить и угрожать. И что, думай, что ты делаешь, и что будет, когда узнает священник. А она говорит, мне всё равно, что узнает священник, и что он мне скажет. Потому что то, что мы делаем, это правильно. Вот. Знаете, ещё очень важный момент. Практически. Важно избегать таких моментов, когда на другую церковь что-то говорит негативное. Даже того, что мы понимаем, что иногда другие церкви делают что-то неправильно. Вот у меня была такая история. Однажды я общался с женщиной, слово за слово, я её подвозил, она ехала в машине, и она мне сказала такую вещь. Говорит, я вот, она пьющая, видно, по ней. Я вот пошла на Пасху в это воскресенье, которое год назад было. И говорит, и женщина, ну мы пошли с подружкой в 10 часов. Ну, а уже к этому времени церкви обычно закрыты. Мы постучались, и открыл пьяный батюшка. И он укрыл нас трёхэтажным матом и сказал, вы что, не знаете, когда нормальные люди ходят на Пасху? И мне было так больно, ну так больно, и она вот плачет. И у меня первая такая реакция была сказать, ну вы придумали, куда идти. Эти православные ни уму, ни сердцу. Я так вот себе думаю. Вот, они только знают какие-то ритуалы, но Бог остановил меня вовремя. И я на секунду задумался, и я сказал ей, говорю, простите пожалуйста нас за то, что мы, как верующие люди, не всегда являемся хорошим примером. И я осознаю, что мы, как верующие люди, нанесли вам ущерб вашей душе, и вам было больно. Вот, и я от лица этого священника прошу у вас прощения. Вы нас прощаете. И она тоже начала плакать, сокрушаться. И я подумал, вау, очень классная вещь. И она мне не раз помогала. Ехал с таксистом, он тоже слово за слово, он говорит, у меня был друг, мы пошли в церковь, он меня привел. Потом он отпал, начал изменять жене. Вот, его сейчас нет, и я не хожу. Все такое, всякое. Я быстро вспомнил тот опыт свой прошлый. Я говорю, прости пожалуйста за того друга. Потому что иногда мы, как верующие, показываем плохой пример, и это отвращает людей от Бога. И в Библии были такие моменты. Конечно, я понимаю, что я мог бы ему сказать, правильно сказать, ты сам будешь отвечать перед Богом. И это все будет правильно. Но мы должны иногда смотреть, как мы можем проявить любовь к человеку. Не только, да, говорить истину, это любовь. И это истина, что он будет отвечать перед Богом. Но иногда надо попросить прощения. Иногда надо сказать, прости. И знаете, этот человек как будто опешил. Он ехал каменный. Потому что это на него произвело очень сильное впечатление. И потом, конечно, я ему сказал, говорю, тебе надо будет самому идти к Богу и самому отвечать. И готовиться к этой встрече с Богом. Поэтому не смотри на него. Есть же масса хороших, добрых примеров. И в завершение, пастор. У меня есть еще хотя бы чуть-чуть, 5-7 минут. Есть? Спасибо большое. Было бы нелогично, если я из миссионерского института и не сказал бы несколько слов о миссии. Знаете, я, когда, как вам сказал, пришел к Богу, во мне желание служить и мое призвание служителя проявилось сразу. Потому что я еще не был в церкви, я уже побежал всем рассказывать притчи Иисуса Христа. Но так я, получилось, пришел к Богу. И у меня начал бизнес получаться. Я очень так неплохо разбогател. В общем, я профессиональный футболист, ничему не учился. Но так сложилось, что за 7 лет, которые я был в церкви, вот я, особенно за последний год, у меня раз с другом заработал миллион долларов. И я... Но Бог мне говорит, ты должен служить мне. А я говорю, Бог, ну у нас только много, ну служителей много, а тех, кто может заработать, их мало. Давай я еще чуть-чуть. И начал с Богом торговаться. И я так себе подумал, если я, не имея образования, специальных навыков, связей, предпринимательского опыта, своего капитала, потому что одолжил там под проценты деньги и на них зарабатывал, заработал такую сумму, вот. Я смог заработать это. Да я еще отдаю Богу свою часть, жертвую там много. Я сокрыт под Богом. Я прикрыт во всем. У меня теперь только ход вперед. Я думаю, да я через год заработаю 10 миллионов. Вот. И только я так подумал, и через год я уже был в долгах. То я вам хочу сказать, Псалом 126 говорит такую вещь. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся, строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, а возлюбленному своему он дает сон. И вот знаете, я вам хочу одну вещь сказать. То, что было, и я заработал, это была Божья благодать. Стоило мне это на себя взять и сказать, Бог, ну там призвание служения это потом, а сейчас вот я туда. Вот. Бог убрал эту благодать. И знаете, вот теперь без Божьей благодати, но с предпринимательским опытом, с уже связями, с собственным капиталом, с прекрасными идеями и бизнес-проектами, которые у меня были. И при том, что я жертвовал Богу, и у меня было там все прикрыто, и тем не менее я рухнул. Теперь я знаю цену этому Псалому. Очень большая цена. Вот. Я на своем опыте изучил это. К чему я это говорю? В глобальном плане происходит нечто. Бог готовит свою армию. Во времена Иисуса Христа существовало примерно 200 миллионов людей. Первый миллиард на планете появился, когда стало 1830 году зафиксирован. Вот все, что было до Рождества и после 1830 лет. Люди шли к первому миллиарду. Но уже через 120 лет, всего лишь через 120 лет, население увеличилось в 2,5 раза. Стало 2,5 миллиарда. Когда стало 2,5 миллиарда в 1950 году, через 35 лет оно еще удвоилось. Всего лишь через 35 лет. 4,8 миллиарда. Потом через 15 лет еще миллиард 200. Стало 6 миллиардов. И на сегодняшний день еще через 15 лет 7 миллиардов 300 миллионов. Вот так. Преимущественно этот рост произошел за счет стран Индии, Китая. В Индии верят в миллион богов. В Китае верят в науку. В Азии верят в Мухаммеда. А в Африке там и дало поклонство. Вот. Огромный вызов. В глобальном плане Бог поднимает армию людей, которые станут ответом на эти вызовы. Миллиарды людей, не спасенных там души. Рост сыпь душ. И написано, что каждая из них стоит. Каждая из них стоит больше, чем весь этот мир вместе взятый. В то самое время, пока кто-то кинулся копать янтарь, то в самое время, когда многие люди сейчас видят, что они нашли какую-то предпринимательскую жилу, зарабатывая деньги, как бы неверное богатство, то самое время богатство, которое богатство по сути, как Иисус сказал, разбросано по земле. И кто-то должен будет поехать туда собрать. Я не исключаю, что даже среди вашей общины когда-то может быть такой человек, который поедет туда. Я не говорю о том, что это для всех, потому что это точно не для всех. Точно не для искателей приключений, которые думают, что в этом есть какая-то романтика. Там романтики нет. Если человек здесь не нашел себя в служении, не подотчетен пастор, не имеет понимания того, что такое церковь, а скорее всего, поехав туда, его проблемы жизни только усугубятся, потому что давление будет еще больше, давление колдовства и всего того подобного. Я призываю и говорю одну вещь, одну важную вещь, что отношение к миссии у нас, у всех, у христиан, должно быть особенным. Мы должны посылать на миссию людей, которые проявили себя еще здесь. Это раз. Второе. Мы должны их поддерживать, потому что у всех есть семьи. И когда они там на миссии за 3000 километров, они должны знать, что если что-то у мамы случится и нужна будет операция, то церковь поможет. Второе. Церкви самые поместные должны помогать своим миссионерам, потому что именно они знают лучше их. И если я поеду в Америку и буду говорить, поддержите Гришу из Тернополя, они его не знают. Они, может, что-то дадут, но церкви должны это брать на себя. И третье. Когда люди будут на миссии, мы должны позволить им строить долгосрочные планы. Не ожидать от них, что сегодня они приедут и через месяц они нам начнут отчеты слать, сколько людей покаялась. Потому что, как я говорил, когда мы посеяли зернышко, идет целый процесс, прежде чем это даст колос. Очень просто приехать и показать в Фейсбуке фотографии, вот там ведется работа. Но ведь суть не вести работу, суть, чтобы были результаты. Как говорила вот сестра, это те результаты семилетнего масштаба. И дальше будет больше. Я благодарен вам, дорогая церковь, за то, что вы предоставили эту возможность. И в завершение хотелось помолиться. Можно? Продолжение следует...